Для украшения тортика я сегодня решила приготовить бисквитный мох. Буду готовить в микроволновке вот в таких стандартных силиконовых кексовых формах. Яйцо и сахар взбиваем до посветления и пышности. На это уходит буквально несколько минут. Вот такого состояния будет достаточно. Далее добавляем зеленый краситель и еще раз хорошо перемешиваем. Цвет должен получиться довольно ярким. Отдельно соединяю муку и разрыхлитель, просеиваю в яичную массу и аккуратно перемешиваю лопаткой, чтобы сохранить всю воздушность теста. Миксер здесь уже использовать нельзя. В итоге получается вот такое воздушное красивое зеленое тесто. Формочки заполняю ровно наполовину. Они хорошо подрастают, поэтому слишком много теста накладывать не нужно. У меня получается 6 штучек. Мощность моей микроволновки 700 ватт и у меня они выпекаются ровно полторы минуты. Если у вас 800 ватт, то соответственно они будут готовы быстрее. Где-то через одну минуту уже можно проверить. У меня через минуту они еще такие мягковатые, поэтому включаю еще на 30 секунд. Поверхность должна стать матовой. Вот такие красивые кексики получаются. Они очень мягенькие и готовятся быстро. Как украшение для тортика это просто идеальный вариант. Они у меня еще горячие, но все равно покажу. И внутри получаются очень пористыми. По сути это просто бисквит. Если делать оформление тортика с какой-то полянкой, то такой мох как раз хорошо впишется. Выглядит как травка. Естественно можно окрасить и в другие цвета. Конечно сегодня мне все не понадобится, поэтому остальные кексы я просто убираю в морозильную камеру. У меня сегодня будет зайчик на полянке. Это такая детская конфета, что-то среднее между маршмалу и желатинками. Можно найти во многих магазинах. Срезаю в мешке уголок и делаю зайчику лапки. Это конечно не обязательно, но будет выглядеть более правдоподобно. Также можно взять кондитерскую посыпку и сделать зайчику ноготки. Приготовленным мухом выкладываю полянку. Оставляю небольшие участки, чтобы сделать там цветочки. Я использовала два кекса, но не хватило, поэтому достала еще один из морозильной камеры и тоже разорву его на кусочки. Даже в охлажденном виде он вот так хорошо разделяется. И теперь кремом делаю подобие ромашек. У меня здесь насадка без номера, просто небольшая звездочка. Золотистыми шариками делаю серединку цветочка. Лучше конечно подошли бы желтые, но у меня к сожалению не было. Бортик можно тоже заполнить тем же мохом. Смотрите какая красота в итоге получилась. Мне кажется выглядит очень правдоподобно и интересно. Как по мне это идеальный тортик для любого события, будь то день рождения ребенка или даже Новый год. Как вы увидели здесь нет ничего сложного, поэтому так оформить тортик сможет абсолютно каждый.